15 мая у начальника Донушенского управления социального обеспечения и защиты семьи Аллы Гуцу по телефонному звонку из телеканала «Публика» попросили информацию о проблемах, которые существуют в Донушенском приюте для престарелых и попросили 16 мая принять съемочную группу для подготовки материала в эфир. А дальше начались сплошные парадоксы. Съемочная группа еще не успела выехать из Кишинева, а в 6 часов 42 минуты утра в эфир уже вышел материал о Донушенском приюте для престарелых, построенный на фактах несоответствующей действительности. Накануне представитель канала «Публика ТВ» обратился ко мне по телефону с предложением, с просьбой о том, что они хотят приехать в Донушенский дом престарелых, снять информацию, снять репортаж. Безусловно, мы ждали, согласились, были рады, что будет сделан репортаж о двух престарелых Донушенах, так как знаем, что условия жизни, проживания и содержания у нас, может быть, не на уровне Швеции, Германии, но достаточно хорошие проживания здесь. Еще не в тот день, вчера, в четверг, в четверг утром до приезда группы «Публика ТВ» в половине седьмого утра прошел репортаж о том, что в Донушенском доме престарелых проживают люди в непоносимых условиях. И были показаны картинки, которые не имеют никакого отношения к нашему Дону престарелых. Мы были шокированы все. В течение целого дня мне звонили знакомые из других районов, знакомые отсюда из Донушен, возмущенные тем, что в репортаже искажены данные. Говорится о Донушенском доме престарелых, а показано совершенно то, что они относятся к нашему Дону престарелых. Чтобы телезрителям было легче ориентироваться, мы показываем информацию публике такой, какой она была опубликована. Положение Донушенского дома престарелых трудно описать словами. Его постояльцы вынуждены дышать тяжелым воздухом, а из-за прохудившейся кровли повсюду заводится плесень. Окна, которые неизвестно когда менялись, держатся на честном слове из скотча. В аналогичном положении находятся и другие молдавские дома престарелых. Об этом говорится в исследовании парламентских адвокатов. По данным документа, эти учреждения крайне стеснены в оказании ухода и медицинских услуг. Более того, нет медицинского оборудования, а мебель в помещениях стара. Системы вентиляции слабы, не лучше обстоят дела и с освещением. Горячую воду старикам подают раз в неделю в так называемый банный день. Большинство этих учреждений финансируют местные власти и донорские организации за рубежа. Правда, финансирование в данном случае громкое слово, так как в последние годы в бюджет этих приютов денег поступает все меньше и меньше. Не хватает и персонала. Большинство работников уволились из-за мизерной зарплаты. Острая нехватка наблюдается среди медсестер, санитарок, врачей и психологов. Показывать облупленные стены, разбитую электропроводку, неизвестно где снятые, говорить об отсутствии горячей воды и прочего, и все это в Дон Душенском доме престарелых, и при этом скрываться за титры архив, это даже подсудно. Даже кадры из архива должны быть привязаны к месту события. Нельзя говорить о митинге в Дон Душен, а показывать, к примеру, кадры из Парижа. Когда журналисты и оператор публики ознакомились на месте с положением дел в приюте, оказалось, что того негатива, который был им доведен для съемки, просто не существовало. Да, после зимы в некоторых углах появилась плесень. Да, не на должном уровне работает вытяжная вентиляция. Но с этими проблемами после зимы сталкивается каждая хозяйка и делает ремонт. И здесь запланирован ремонт. И деньги из районного совета уже выделены. Этих 750 тысяч леев вполне достаточно для хорошего ремонта крыши, вентиляции и помещений. То, что компрометирующий материал является заказным, в этом вряд ли можно сомневаться. Вот только какую цель преследовали его авторы? Скомпрометировать руководство района или руководителя управления социального обеспечения и защиты семьи? Может, кто-то, по принадлежности какой-то партии, задумал добыть себе кажущееся теплым кресло? На эти вопросы съемочная группа публики не могла ответить. Нарушена главная заповедь журналиста – не допускать искажения фактов. Говорить правду и только правду – это слова клятвы каждого корреспондента. Как на самом деле живут постояльцы Донушенского приюта для престарелых? Они сами за себя говорят. Горячая вода есть? Есть. Да, есть. Стирают, чистые все. Стены облуплены, краны поломаны, света нет. Это где? Окна все гнилые, они продуваются. Нет, окна нет, считается, окна не гнилые. Черные стены? Нет. Чисто? Нет, чуть-чуть, немножко. Одна комната уже взяли с той комнаты, разделили. А окна у вас продуваются, ветер дует через окна или нет? Нет, сейчас нет. Если форточка, жарко в комнате, откроем форточку, чтобы ветер чуть-чуть в комнате. Все, что показали по телевизору, это неправда. Все хорошо. И неплохо здесь, хорошо указываете, и все, все хорошо. Я смотрела эту передачу, все неправильно. Как на самом деле у вас? Ну, как? Нормально. Хорошо. То, что Публика ТВ, гоняясь за жаренными фактами, занимается их искажением, об этом в социальных сетях не раз проходила информация. От этого телеканал не выигрывает, а теряет своих зрителей. До сих пор с большим уважением относилась к каналу Публика ТВ. Я всегда смотрела этот канал, потому что считаю, что это самый передовой новостной канал, отображающий действительность то, что есть. Вчерашний случай, слушаясь, с нашим новым престарелым, с этими картинками, заставляет думать совершенно другое, к сожалению. Кстати, материал отснятый съемочной группой публики в тот день, 16 мая, в эфир так и не вышел. Редакции новостей было стыдно признаться во лжи, выставленной в эфир раньше. Прокатились до донушения обратно, просто так.